Всем привет, дорогие друзья! С вами GamePlan уже вечер и давайте посмотрим, в какие игры я сегодня предложу вам поиграть. И первая игра на сегодня называется Пчёлка Майя. Наверное, можно подумать, что подобная игра понравится только маленьким детям или, возможно, каким-нибудь 7-летним девочкам, но это не так. Данная игра понравилась мне, 23-летнему парню, и давайте посмотрим, в чём же суть этой игры заключается. Вы летаете в роли Пчёлки Майи, вам необходимо собирать вот таких вот муравьишек рядом с собой и в итоге пройти лабиринт, который здесь приготовлен для вас в саду. Итак, для того, чтобы ломать вот такие вот преграды, вам необходимо в данном случае два рабочих вот таких вот муравья. Они с лёгкостью ломают преграду, и мы проходим дальше. Но на этом игра далеко не заканчивается. Как вы видите, муравьёв здесь присутствует несколько видов, и поэтому нам нужны будут совершенно разные, и поэтому давайте соберём сейчас всех муравьёв, которые здесь имеются, и попробуем пройти как-то данную миссию. В данную миссию я ещё не играл, играю сейчас вместе с вами первый раз. Итак, что мы видим? Чтобы этот камень утащить, необходимо три фиолетовых, но у нас только два, и придётся найти теперь ещё одного третьего для того, чтобы это осуществить. Вот, собственно, кстати и он. Давайте его соберём и отведём туда, где два его соплеменника пытаются сдвинуть этот гигантский камень. Отдаём приказ, всё, приказ выполнен, и муравьи понесли данный камень туда, куда нужно. Как я понял, его нужно принести вот сюда, и давайте посмотрим, что же сделать нужно. Поставить его на кнопочку специальную, и вуаля, дверь открывается, и мы можем пройти дальше. Игра мне этим и понравилась, то, что нам необходимо проходить совершенно невероятные вот такие вот лабиринты, исследовать, соображать, догадываться. И также ещё здесь необходимо будет собирать ягоды и фрукты, и относить их к себе в муравейник. Поэтому игра, я думаю, не даст вам доскучать, несмотря на такую вот свою милоту, особенно в названии, и милоту в виде персонажа Чёлки Майя. Вторая игра называется Gravity Trials, и давайте посмотрим, в чём же её основная цель и суть. Запустим третью миссию, которую я уже успешно прошёл, и попробуем её пройти. Для того, чтобы начать, вам необходимо нажимать в различные области экрана. Куда вы хотите лететь, вам необходимо нажимать в противоположную сторону, для того, чтобы открывался, точнее, включался форсунок, и вы могли лететь. Цель в этой игре — собрать все кристаллы на уровне как можно быстрее, и тогда вы сможете его пройти и перейти уже на следующий. Уровни здесь разблокируются по порядку, и поэтому нужно это помнить и учитывать. То, что если вы не пройдёте один уровень, в следующий уровень вы, к сожалению, не поиграете. Но, в принципе, это, наверное, понятно даже ёжику, и об этом говорить не стоит. Игрушка, в принципе, достаточно интересная, неплохая. Как я понял, дальше будут доступны другие дроны, но пока нам доступен только нормик, и необходимо нам играть за него. Игрушка, на первый взгляд, достаточно простенькая, но иногда просто невозможно совладать с этим механизмом, и он будет вас не очень хорошо слушаться, улетать, врезаться, и вам придётся проходить миссию всё снова и снова, как это делаю я сейчас. Третья игра на сегодня называется Deprey Horse. Это игра про мужчину, про почтальона, который просто ненавидит свою работу, наверное, как и большинство людей в этом мире. И давайте посмотрим, что же представляет из себя данный платформер. Здесь есть два режима игры, это история и выживание. Давайте запустим историю, я дошёл до второго левела, и посмотрим, какие же препятствия встречаются у почтальона на пути каждый день, и за что же он так сильно ненавидит свою работу. Наш почтальон идёт вперёд, с помощью нажатия в левой части экрана мы можем прыгать, собирать бутылочки для того, чтобы получать очки. Дальше что он может делать? Он может стрелять вот такими вот письмами чьим-то, которые люди ждут и хотят их, наверное, получить. Наверное, собственно, так вот и работает тоже у нас Почта России, потому что не всегда мы можем получить письмо, которое ждём, или не можем получить ту посылку, которую тоже ожидаем. Можно было пойти верхом, но, как вы видите, у меня это не совсем хорошо получилось. Вообще провалились на какое-то дно кладбище, и будем сейчас идти тут. Что у нас встречается помимо кучек говна в этой игре? Здесь встречаются вот такие вот летающие крысы, бегущие коты, какие-то летящие стервятники и многие другие персонажи, которые будут усложнять нам работу и отнимать у нас жизни. Здесь также существует ещё и система прокачки. Вы можете прокачивать высоту своего прыжка, вы можете прокачивать количество жизней, вы можете прокачивать что-то ещё, точно не помню. И что ещё из элементов управления я вам здесь ещё не показал. Нажатием на центральную область вы можете остановить своего персонажа и тем самым встать перед самой кучей, чтобы в неё не наступить и не отнять жизни, и пройти, соответственно, дальше. На пути вам будет попадаться пицца. Пицца пополняет ваше здоровье полностью, и тем самым вы сможете пройти как можно дальше, пополнив, соответственно, свой запас жизненных сил и энергии. Вот такой вот специфичный, не знаю, как это назвать, раннер, не раннер, аркада, не аркада, платформер, не платформер, про угрюмого почтальона. И последняя игра на сегодня называется «Мини Тэнк». Возможно, кто-то играл в неё на компьютере, или, возможно, кто-то после этого обзора захочет в неё поиграть на компьютере, но, тем не менее, давайте посмотрим на неё на андроиде. Что же она из себя представляет? Она представляет из себя платформер, в котором вы играете в роли вот такого вот нарисованного, наверное, акварелью танка. Вам необходимо пройти весь уровень и не сделать так, чтобы вас вот так вот взорвали, убили, или что-то ещё с вами произошло. Так, давайте сейчас более осторожно пойдём и попробуем вот эту вот машину уничтожить до того, как она в нас врезалась. На пути будет присутствовать большое количество различных препятствий, различных механизмов, которые нам будут мешать, и которые нам необходимо будет запускать для того, чтобы проехать дальше. Ну вот, снова поторопился и снова меня взорвали. Данный платформер мне очень понравился, достаточно интересный, необычный и весёлый. До этого я в него не играл, но уже прочитал и узнал, что данная игра достаточно популярна, и многие её, наверное, уже проходили, играли на ПК. И теперь всё-таки вы сможете пройти её ещё раз на своём андроиде, либо же можете поиграть в неё первый раз, как я. И думаю, игра вас обязательно должна затянуть. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь. Всем большое спасибо за ваше внимание. С вами был Юрий Аксёнов. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Всем пока и до новых встреч!